Дорогие друзья, хочу поделиться с вами некоторыми мыслями по тому, как обклеивать молдинг. В данном случае плинтус. То есть, когда уже стены покрашены, чтобы вот этот стык получился четким. Чтобы когда мы отклеили скотч малярный, ничего не прилипло, не отошла краска, соответственно, получилась ровная линия. Шуворовая, вот как она была ровная, такая она и осталась. Здесь есть некоторые нюансы. Обо всех поподробнее. Во-первых, используем качественную ленту. В данном случае мы используем фолсон. Это на основе японской бумаги. До 21 дня можно оставлять. Очень тонкая, гладкая бумага. При этом она не разбухает от влажности. И у нее в три раза меньше адгезия. То есть, это говорит о том, что клей, во-первых, не останется на стене. Во-вторых, вместе с краской он не отойдет. До 21 дня можно держать вместе с краской. То есть, потом отдирать все. Это большой плюс. Вот. Второй момент. То есть, после того, как мы подобрали. Вот. И еще хочу обратить внимание, что он на самом деле очень тонкий. Вот. И тянется. То есть, бывают какие-нибудь морщинки. То есть, он легко можно натянуть, выровнять. Бывает, например, меняет плоскость. Из-за того, что... Ну, то есть, легко можно усмирить, где тебе нужно подтянуть. Все будет четко. Вот. Второй момент. Когда мы клеим малярный скотч, нужно обязательно учесть 1 миллиметр, может, полмиллиметра на краску. Когда мы будем красить сверху. Когда будет заливаться вот этот угол. Вот. Если мы это не сделаем, то потом, когда мы будем срывать, мы просто-напросто сорвем и испортим вот этот угол. Потому что там зальется краска. А из-за того, что мы скотч сделали впритык, у нас просто-напросто мы сделаем рваный край. В таком случае надо будет подрезать аккуратненько лезвием. Вот. Или сразу заведомо сделайте этот зазорчик маленький для толщины краски. Потому что в два слоя краска, то есть порядка полмиллиметра, это точно будет. Вдобавок обычно в углах заливается сильнее. Поэтому об этом обязательно подумайте. Вот. Далее еще что хотел сказать. Клеите маленькими клочками. То есть... Но я сейчас фрагмент работы покажу. То есть не надо сразу, например, разматывать скотч на всю длину. И сразу вот так вот проклеивать. И, конечно, у вас получится все криво. То есть обычно по 5 сантиметров разматываешь, проклеиваешь, разматываешь, проклеиваешь. Таким образом. То есть тогда получается более точно. Не советую. Ну не то, что не советую. Просто не очень аккуратно получается с помощью приспособлений для скотча. Вот. Хотя я не совсем уверен в этом. Потому что сейчас новинки. Есть много интересных других моделей. Вот. Но сам факт. При ручном оклеивании, конечно, получится намного аккуратнее. То есть ты учитываешь, во-первых, поверхность вот этого торца. Не всегда он бывает 90 градусов. А когда мы клеим с помощью приспособлений для ленты, то здесь нужно, чтобы обязательно 90 градусов. Потому что мы упираем и ведем. То в данном случае, то есть я могу любую, под любой угол наклеить. То есть это не имеет отношения никакого. Когда вручную. Конечно, это дольше. Конечно, это трудоемче. Ну и, соответственно, результат совсем другого качества. Потому что это очень важно. Стены покрашены. Если что-то зальется, это потом будет морока. Вот. Ну теперь давайте покажу фрагмент работы небольшой. Как я произвожу оклеивание непосредственного плинтуса. Подготовка. Продолжение следует. Еще забыл сказать, используем обязательно шпатель. Шпатель делаем для того, чтобы уплотнить периметр. Если мы этого не сделаем, краска может затечь. Продолжение следует. Продолжение следует. так вот медленно но верно двигаемся в нужном направлении вот хотел еще спросить у вас как вы используете что вы как вы обклеиваете сколько у вас занимает время считаете ли вы это стоимость работы что вы для этого используете клеите либо вручную или используете специальные станки для скотча хотелось бы узнать ваше мнение принципе все что хотел сказать какие то вопросы пишите до новых встреч